Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Комментарии Игнатия Тихоновича Лапкина на толкование блаженного феофилакта архиепископа болгарского на Новый Завет. Толкование на Иоанна 13.10.11. Часть 16. Все мы, уверовавшие во Христа, имеем сами в себе Слово Божие и Евангельскую проповедь. Ибо все мы приняли Христа в сердца наши. Но на этой Божественной Вечере мы должны восстановить это Слово и снять с него одежды, которые скрывают его. Комментарии Игнатия Лапкина. Как милости в Бог творению своему. Как мог родиться такой человек, как блаженный феофилакт спустя тысячу лет. Как Слово Божие оглушилось и закапывалось. Конечно, сегодняшним служителям мрака, отвергающим Слово Божие, хотелось бы и дальше обременяться дорогими одеждами и серебром и погружаться во мрак все глубже и глубже. Но милостью Божией труды Божественного феофилакта известны и на Руси. Мы их здесь выделяем, подчеркиваем, с одной целью, чтобы оживить у русских людей, называющих себя по ошибке и глубокому заблуждению православными, а на самом деле являющихся кривославными, кривоверами, оживить этот бессмертный труд дивного феофилакта. Это его слова, которые мы будем повторять, целуя эти буковки. Преславный феофилакт, моли Бога о русских горе-пастырях и горе-патриархи, которые не знают, куда ведет эту слепую пасту. Прочтите ниже повторяемые слова хотя бы раз в десять подряд, и скажите, достойны ли вы этих слов, пережили ли вы эту радость. Прочтите, потом закройте глаза, посидите и припомните из своей жизни что-нибудь похожее, о чем здесь говорится. Снова помолитесь, закройте глаза и повспоминайте, было ли с вами такое, о чем говорит этот архипастырь. Все мы, уверовавшие во Христа, имеем сами в себе Слово Божие и Евангельскую проповедь, ибо все мы приняли Христа в сердца наши, но на этой божественной вечере мы должны восстановить это Слово и снять с Него одежды, которые скрывают Его. Толкование на Иоанна 15, 4-6 «Я очистил вас через свое Слово и учение, и с моей стороны не осталось ничего неисполненным». Комментарий Игнатия Лапкина «Те, кто исповедуются и причащаются, но не любят Слово Божие, как могут надеяться быть очищенными от грехов?» Псалом 118, 105 «Слово Твое, светильник ноге моей, и свет стызи моей, я очистил вас через свое Слово и учение». Толкование на Иоанна 17, 6-8 «Ибо кто верит Христу, тот сохраняет Слово Божие, то есть Писание, закон». Комментарий Игнатия Лапкина «Почему развитие церковной жизни в православной церкви пошло не по Слову Божию, а через бесконечные наслоения вымыслов?» «Какие силы были положены на то, чему нет никакого оправдания в Библии?» «Если на священнике нет и Петрахили, поручей или еще чего-то, все становится, служить нельзя. А Библии нет тысячи лет, и все строгости, какие Бог высказал относительно Слова Божия, все угрозы, касающиеся сокрытия, хотя бы единого Слова в Священном Писании, все это переложили на богослужение, от которого теперь нельзя ни отнять, ни прибавить. Чего проще было бы сегодня собраться все вместе, даже в одной епархии, когда священники съезжаются на исповедь, и каждому бы из них поставить вопрос, верят ли они в Бога и Слово Его, проповедуют ли чистое Евангелие, или насаждают вымыслы человеческие в посомах? Неужели нет ни одного прозорливого христианина, который мог бы так поставить вопросы, и нелюбовь ко Христу, к Библии, определить как духовную гибель, и за все, что было говорено вопреки Слова Божия, на всех наложить анафему? Апостол Павел клятвою и страшными угрозами за изменение истинного благовестия грозит даже небу и всем апостолам своим соратникам. 1 Коринфянам 6.16.22 Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема, Маран Афа. Галатам 1.8. Но если бы даже мы, или ангел с неба, стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Галатам 1.9. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю. Кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема. Ибо кто верит Христу, тот сохраняет Слово Божие, то есть Писание. Кто не сохраняет Слово Божие, тот, оказывается, не верит и Христу, хотя бы и казался верующим. Толкование на Иоанна 21.24.25. Но будем молиться, чтобы дела и слова Господа никогда не приходили у нас в забвение, но чтобы нам всегда раскрывать сию книгу возлюбленного. Комментарий Игнатия Лапкина. Точное количество книг, с которым человек вошел в 21 век, никто не знает. Экклесиаз 12.12.14. Составлять много книг конца не будет, и много читать утомительно для тела. «Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека. Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо». «Премудрый Соломон» по-еврейски «мирный» в данном случае есть прообраз Христа. Эфесянам 2.14. «Ибо Он есть мир наш». Иисус расшифровывает последние слова Соломона, приведенные выше. «Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо», разъясняет, что Бог будет судить нас только по одной книге, по Евангелию. Иоанна 12.48. «Отвергающий Меня и не принимающий слов Моих имеет судью себе. Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день». Если по этой книге мир будет судим, то ясно, что и жить сегодня нужно, сообразуясь с ней, этой книгой книг. Мы должны с любовью и страхом, с трепетом, и без сомнения всегда раскрывать сию книгу. Все библиотеки мира уже приговорены Богом и превратятся в пепел. 2 Петра 3.10. «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом прийдут, стихии же разгоревшись разрушатся, земля и все дела на ней сгорят». Неповрежденной останется только одна книга, недосягаемая для огня, которая в последний раз будет пронесена над землею. Откровение 14.6. «И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени и колену, и языку, и народу». Все эти места, откровения Духа Святого побуждают нас всегда раскрывать сию книгу. Как необычно звучат эти слова сегодня, «Если бы каждый священник неустанно повторял эту фразу Феофилакта, взятую этим святителем у Златоуста, который в свою очередь позаимствовал ее у апостола Павла, которому верил ее Христос». 1 Тимофею 4.16. «Вникай в себя и в учения, занимайся с ним постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя». Иоанна 5.39. «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Псалом 1.2. «Но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь». Заодно это изречение, сказанное болгарским архиепископом, которым он научает всегда раскрывать сию книгу, он обессмертил свое имя как блаженный. Почему же православные архипастыри и пастыри не слышат этот его вопль? За одним богослужением они раскрывают десятки книг, тратят огромные средства на строительство храмов, на облачения и конопись. Хотя все это и нужно, но далеко позади после проповеди, но не употребляют никаких усилий, чтобы эти слова великого толкователя Священного Писания сделать для себя и для других путеводными. Он как бы заклинает, заканчивая Евангелие, что всем нам следует всегда раскрывать сию книгу. Всегда раскрывать сию книгу. Всегда раскрывать сию книгу. Наверное, тут закончить, если начинать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!